Из этого видео вы узнаете, что такое волатильность простыми словами. Досмотрев ролик до конца, приведем примеры волатильности в трейдинге, рынка криптовалют, акции, валютных пар и так далее. Итак, начинаем! Каждый трейдер или инвестор должен знать, что такое волатильность, так как это одна из важнейших характеристик финансовых рынков, которая напрямую влияет на доходность в трейдинге. Что такое волатильность? В переводе с английского volatility означает изменчивость непостоянства. Волатильность – это статистическая характеристика, которая учитывает степень изменчивости биржевых цен. Она рассчитывается на заданный промежуток времени – день, неделю, месяц или год. Если разброс цен на биржевые активы большой, то на рынке наблюдается высокая волатильность. Если маленький разброс, то низкая волатильность. Можно сказать, что эта величина показывает размах колебания цены. Сама по себе волатильность рассчитывается в процентах от цены актива. Например, нефти, курса доллара, курса криптовалюты и любые другие активы. Допустим, что нефть стоит 100 долларов, но в течение недели цена изменилась на 20 долларов в каждую сторону. Это характеризует очень высокую волатильность, то есть она составляет 20%. А вот колебания в пределах 1-2% считаются низкими и характеризуют финансовый штиль. Виды волатильности и примеры. Различают несколько видов волатильности на рынках в зависимости от ее силы. Первый. Высокая волатильность. Это сильные колебания. В такие моменты самые высокие риски на сделку. В то же время для трейдеров представляется быстрая возможность зарабатывать на трейдинге. Второй. Средняя или обычная волатильность. Это стандартная ситуация на рынке, когда работает технический анализ и все более-менее понятно. Третий. Низкая волатильность. Характеризует размах цены в узком диапазоне. Плюс-минус полпроцента. Обычно предвестник сильных движений. Заработать рынок с низкой волатильностью довольно сложно. Считается, что высокая волатильность – это признаки живого рынка, где присутствуют большие объемы торгов и большой интерес публики. На рисунке видно, как цена резко начала скакать вверх-вниз. Это как раз говорит о высокой волатильности. Из-за больших резких колебаний на рынке обычно также возрастают и объемы торгов. Объемы показывает индикатор волюм на графике. Это легко объяснить, поскольку у многих трейдеров накопились стоп-лоссы, то есть заявки на ограничения убытка, и рынок их выносит. Такую ситуацию называют американскими горками. Подобные движения очень любят спекулянты, потому что можно быстро и довольно прилично заработать. Однако торговля в такие моменты является рискованной и сильно зависит от везения. С таким же успехом можно потерять часть своих средств. В эти моменты плохо работают классические индикаторы и осцилляторы, о которых мы рассказывали в ролике про технический анализ. Поэтому ориентироваться приходится лишь на свою интуицию и опыт. Пример низкой волатильности вы можете наблюдать на картинке. Волатильность обладает свойством цикличности. Периодически меняются три стадии – низкая, средняя, высокая. Регулярно происходят смены вида активности с высокой на среднюю, со средней на низкую и обратно. В принципе, на рынках постоянства искать не приходится. Чаще всего после сильных колебаний на рынке наступает затишье, причем рынок стремится к средним ценам. Как рассчитывается показатель волатильности? Можно рассчитать показатель волатильности двумя способами. Первый – абсолютное выражение. Сколько цена проходит от максимума до минимума за день? Второй – относительное выражение. Какой разброс цены от максимума до минимума в процентах? Волатильность различают по двум типам метода расчета. Первый – историческая волатильность. Она уже известна нам и рассчитывается на основе предыдущих цен. Второй – ожидаемая волатильность. Является сложным прогнозом, учитывающим множество факторов технического и фундаментального анализа соответственно. Индикатор волатильности. В мире широко используется показатель волатильности под тикером ВИКС. Этот индекс волатильности рассчитывается на основе американского фондового индекса S&P 500. ВИКС еще иногда называют индексом страха, то есть в момент паники на рынке он растет, а в момент испокойствия снижается. Если параметр индекса ВИКС меньше 20%, то это слабые колебания. Если параметр индекса ВИКС больше 40%, то на бирже, как правило, паника. Существуют также индикаторы волатильности. АТР, полосы Боллинджера, индекс товарного канала, Моментум и другие. Волатильность криптовалют. Рынок цифровых валют привлекает внимание спекулянтов всего мира экстремально большим размахом ценовых котировок. Волатильность криптовалют может достигать 30% в день и выше. Такая динамика чрезвычайно редко наблюдается на фондовых и сырьевых площадках. Трейдерам данный рынок предоставляет возможности для многократного увеличения торгового счета, но не стоит забывать, что и риски здесь куда больше. Кстати, о том, как торговать криптовалютой, мы рассказывали в одном из прошлых роликов. Чтобы понять, что такое волатильность криптовалюты, нужно осознать природу криптовалютного рынка. В отличие от фиатных валют, стабильность которых поддерживается центральными банками, биткоины и альткоины существуют децентрализованно и не регулируются государственными органами. Динамика криптовалют чаще всего зависит от обещаний разработчиков. Изменения юридического статуса монет в разных странах, рекламы, слухов и ожиданий инвесторов. На волатильность криптовалют влияют следующие факторы. Первый. Новости. Например, рост курса цифровой монеты может быть вызван информацией о ее добавлении в листинг популярной криптобиржи или известием о сотрудничестве разработчиков альткоина с крупной корпорацией. При поступлении новостей об ошибках в системе, крупном хищении или неудачном хардфорке, монета чаще всего будет падать. Второй. Крупные игроки могут намеренно вызывать колебания курсов криптовалют, чтобы заработать на реакции рядовых трейдеров. Они вызывают искусственный ажиотаж, скупая выбранную монету и ждут, когда большая часть игроков присоединится к общему движению. Дождавшись привлекательных уровней, спекулянты фиксируют прибыль, и тренд резко разворачивается. Большинство мелких трейдеров в таких случаях теряют деньги. Волатильность валютных пар. Волатильность рынка Форекс в среднем ниже, чем динамика колебаний на фондовых и сырьевых площадках. Государствам невыгодно, чтобы курс их национальных валют резко менялся. Поэтому центральные банки сглаживают размах ценовых флуктуаций. При этом средняя волатильность денежных единиц развивающихся стран выше, чем изменение курсов валют экономически развитых стран. Когда риски на рынках растут, первые падают, а вторые укрепляются. Волатильность валют может меняться в следующих случаях. Первый. Изменение ключевой процентной ставки. Она напрямую влияет на уровень инфляции и экономической активной в стране. При повышении ставки валюта чаще всего растет, а при понижении падает. Второй. Выступление важных экономических деятелей, влияющих на проведение денежно-кредитной политики. Третий. Выход важной экономической статистики. Чем лучше показатели по ВВП, торговому балансу, рынку труда или уровню безработицы, тем сильнее национальная валюта. Четвертый. Обострение геополитической ситуации. Торговые войны, введение экономических ограничений, международные конфликты и так далее. Волатильность акций. Краткосрочно на динамику акций влияет количество продавцов и покупателей на рынке, которое зависит от ожиданий по прибыли, оценки инвесторами перспектив компании, уровня будущих дивидендов. О том, что такое дивиденды, смотрите в прошлом ролике. Волатильность может меняться из-за отчетов об экономической деятельности акционерного общества, изменений в руководстве, информации о выпуске нового продукта и так далее. Большое значение имеют внешние экономические и политические факторы. При торговле на фондовом рынке необходимо уделять особое внимание следующим факторам. Первый. Ликвидность акций. Чем менее ликвидна ценная бумага, тем выше ее волатильность. Любая новость способна вызвать существенный сдвиг котировок акций второго и третьего эшелона вверх или вниз. Второй. Фрифлот – это доля акций, находящихся в свободном обращении. Чем ниже этот показатель, тем выше волатильность бумаги, поскольку крупным игрокам легче разогнать котировки в ту или иную сторону. Мы подробно рассмотрели термин «волатильности». Если остались вопросы, пишите в комментариях под видео. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале «Жажда.Про» и в описании под каждым видеороликом. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. «Жажда.Про»